Тайны священной вселенной Наш взгляд на Вселенную имеет огромное значение для понимания самих себя. Сегодня мы привыкли рассматривать Землю как маленький шар, вращающийся вокруг Солнца на таком расстоянии, что привело к созданию благоприятных условий для проявления и расцвета жизни. Кажется, что Земля — единственная планета в Солнечной системе, на которой есть жизнь, а остальные планеты — просто песчинки в вакууме космоса. С позиции современной астрономии человеческая жизнь кажется весьма незначительной на фоне бесконечных космических просторов. Но до современной эпохи Вселенная казалась людям гораздо более удобной и приспособленной. Например, средневековая европейская космология считала, что Земля находится в центре небольшой сферической Вселенной, окруженной обителю Бога и избранных святых душ. В этой презентации мы исследуем аналогичную индийскую геоцентрическую концепцию космоса. Эта космологическая система представлена в Бхагаватапуране, или Шримад Бхагаватам, одном из важнейших священных текстов Индии. Мы начнем с краткого обзора этой системы. Прежде всего, Бхагаватам описывают бесчисленные Вселенные. Каждая Вселенная имеет сферическую оболочку из слоев элементарной материи, которая разделяет материальный мир и безграничный духовный мир. Область внутри оболочки называется Браманда, или Яйцо Брамы. В нем находится диск Земли, который называется Бхумандала. Бхумандала разделяет Вселенную на верхний райский регион и подземный регион, наполненный амниотическими водами. Хотя буквально Бхумандала значит диск, или круг, Мандала Земли, это мало похоже на ту Землю, по которой мы ходим. Бхагаватам дает данные о диаметре Бхумандалы. Его размер примерно соотносится с орбитой Урана. Бхумандала разделена на ряд географических областей, которые называются океанами и островами. Но они представляют собой геометрические круги правильной формы и космических масштабов, и совсем не похожи на континенты Земли, которые имеют неправильную форму. В центре Бхумандалы находится круглый остров под названием Джамбудвипа, с девятью областями, которые называются Варшами. Одна из них называется Бхарата Варша, которую с одной точки зрения считают Индией, с другой — всей областью обитания людей. В центре Джамбудвипы располагается геометрически правильная гора под названием Сумеру, которая представляет собой ось мира. На вершине этой горы располагается город Брамы, Вселенского Творца. Бхагаватам объясняет астрономию географическим и мифологическим языком, что отличается от общепринятого современного подхода. Хотя диск Земли Бхумандалы может казаться наивным и нереалистичным, внимательное изучение показывает, что Бхагаватам используют это описание, чтобы представить четыре вполне логичные и последовательные модели. Вот эти модели. Первая — карта полярной проекции земного шара. Вторая — карта Солнечной системы. Третья — топографическая карта Центральной Азии. Четвертая — карта небесной сферы полубогов, высших живых существ. Если попытаться представить несколько углов зрения на одной карте, то мы неизбежно столкнемся с противоречиями. Но если понять смысл, лежащий в основе такого подхода, то все встанет на свои места. Мы можем провести параллели со средневековыми картинами, на которых в одной композиции изображены несколько эпизодов одновременно. На этой картине Мазаччи XV века показаны три эпизода библейской истории со Святым Петром. А вот еще одна подобная картина из Индии, где изображены три разных эпизода из истории о Кришне. Такие картины содержат в себе кажущиеся противоречия, когда один герой находится в разных местах одновременно. Но у человека, понимающего ход истории, лежащий в основе этих картин, это не вызовет никаких беспокойств. Информация, используемая в этой работе, почерпнута из Бхагавата Пураны и нескольких важных комментариев на эти тексты, сделанных традиционными индийскими учеными. Мы также будем обращаться к великому индийскому эпосу Махабарати и другим священным текстам, включая Вишну Пурану и важный индийский астрологический труд Сурья Ситханту. Бумандала как планисфера. Мы начнем с описания Бумандалы как планисферы, изображение земного шара на плоской карте. Чтобы объяснить Бумандалу с точки зрения каждой модели, нужно сосредоточиться на ряде конкретных сторон Бумандалы и временно забыть о существовании других сторон. В данном случае, вы заметите, что каждый из кольцеобразных океанов и островов Бумандалы имеет разную ширину, как указывается в Бхагаватам. Но пока мы опустим это. Чтобы понятно объяснить планисферу Бумандалы, необходимо принять, что все эти острова и океаны одинаковой ширины. На самом деле, это традиционный способ объяснения таких диаграмм, как Бумандала, как, например, показано на этой диаграмме, которая была сделана в начале 19 века Францисом Вилфордом. Бумандалу с кольцами одинаковой ширины можно просмотреть в стереографической проекции земного шара. Стереографическая проекция — это древний метод, при котором определенные точки на поверхности глобуса проецируются на плоскость. Следуя этому методу, можно спроецировать глобус земли на плоскость. Эта проекция земли называется планисферой. Бумандалу также можно рассматривать в виде стереографической проекции глобуса. Такие глобусы можно увидеть в Индии. Этот глобус был изготовлен по заказу Савайджай Синхам, Джейпурского царя, в начале 18 столетия. На этом глобусе область земли между экватором и кряжем гор в форме арки и есть Барата Варша, которая соответствует Великой Индии. Индия довольно хорошо и точно представлена здесь, но помимо нескольких соседствующих мест этот глобус не дает реалистической карты земли. Этот глобус был создан чисто для астрономических, а не географических целей. Вот еще один глобус, изображающий Джамбудвипу. Заметьте, что Джамбудвипа в этом глобусе изображена в северном полушарии. Хотя Бхагаватам не описывает четко землю как шар, все же косвенно он делает это. Например, говорится, что ночь преобладает в диаметрально противоположной точке преобладания дня. Аналогично точка восхода противоположной точке заката. Согласно Бхагаватам, Солнце движется по орбите прямо над Бумандалой, на своей колеснице. Если это принять буквально, то солнечные лучи должны ровно распространяться по всей плоскости Бумандалы. Тогда восход и закат Солнца исключены, не остается ни одного места, где бы была кромешная тьма. Это, казалось бы, противоречит утверждению Бхагаватам о дне и ночи в диаметрально противоположных точках. Но никакого противоречия нет, если принять эту интерпретацию как планисферу. Чтобы понять это, представьте себе экватор, параллель, или тропик Рака, тропик Козерога и путь Солнца под названием Эклиптика. Эти круги изображены на глобусе, который мы видим здесь. Солнце всегда находится непосредственно над какой-то из точек эклиптики, и глобус вращается относительно Солнца, делая оборот раз в день. Солнце также медленно движется вдоль эклиптики, делая один круг в год. Причина образования времен года в том, что Солнце движется или к северу, или к югу по наклонному кругу эклиптики. Эти четыре круга, спроецированные стереографически, показаны здесь. Эклиптика спроецирована в виде круга со смещенным центром на карте планисферы, и положение Солнца на этой карте соответствует той точке на глобусе, в которой Солнце находится в зените. Граница, терминатор, между днем и ночью, перпендикулярна к положению Солнца в зените. Она проецируется стереографически, в форме дуги на планисферу, и делает один оборот за 24 часа. Во время равноденствия эта дуга превращается в прямую линию. Во время солнцестояния линия гнется так, что сфера Северного полюса оказывается освещенной летом или затемненной зимой. Смена дня и ночи, как описано в Бхагаватам, это четкая граница, вращающаяся по плоскости, как мы видим здесь. Если это понимать буквально как плоскость, то это выглядит бессмыслицей, ведь не может граница света заканчиваться на плоскости по дуге, но если это рассматривать как модель планисферы, то все становится реальным. Здесь мы видим эклиптику зодиака, которая спроецирована стереографически на карту Земли. Солнце вместе с зодиаком вращаются по часовой стрелке, делая один оборот в день. При этом Солнце идет против часовой стрелки по зодиаку раз в год. Здесь зодиак стереографически проецируется на Бумандалу. Заметьте, что Солнце идет вокруг зодиака, центр которого смещен по своей годовой орбите. Оно пересекает кольцевидные острова и океаны Бумандалы. Это пересечение океанов описывается в Пуранах, что также подтверждает модель планисферы. Бумандалу можно сравнить с астрономическим инструментом под названием Астролябия, который широко использовался в Средние века. На Астролябии круг со смещенным центром представляет орбиту Солнца, эклиптику. На Астролябии Земля представлена в стереографической проекции на плоской пластине под названием Матрица. Круг эклиптики и важные звезды изображены на другой пластине под названием Сплетение. Разные орбиты планет также могут быть представлены различными пластинами. Эти пластинки проецируются на пластину Земли, когда человек смотрит на инструмент сверху. Точно так же Бхагаватам представляет орбиты Солнца, Луны и важных звезд на нескольких плоскостях, параллельных Бумандалле. Орбиты планет помещаются на дополнительные параллельные плоскости. Здесь мы видим, как Бхагаватам представляет модель Солнца, Луны и 28 важных созвездий. Они лежат в трех плоскостях, параллельных Бумандалле. Эти слои можно сравнить со слоями Вастролябии. Если посмотреть со стороны, то мы увидим, что Луна находится выше Солнца. Но это просто так изображает Астролябия. Это не нужно принимать физически. Если посмотреть сверху, то все складывается в реальную с точки зрения астрономии проекцию. Хотя Бхагаватам представляет систему Луны и Земли косвенно, как модель планисферы, индийские астрономические тексты под названием Джотиша Шастры дают реалистическую картину связи Земли и Луны. Здесь мы сравним Землю и Луну и Лунную орбиту в современной астрономии с ее прототипом в Суре-Сидханте, одной из главных Джотиша Шастр. Бумандала как карта Солнечной системы. Мы показали, что Бумандала и орбиты Солнца, Луны и планет имеют структуру астролябии стереографической проекции земного шара. Но Бумандала также представляет многостороннюю модель Солнечной системы. Представьте себе план Бумандалы, пересекающий поперек сферу Браманды. До этого мы объясняли, что Бумандала это карта планисферы. Но сейчас мы объясним ее буквально, как план. Сперва это кажется наивной плоской землей с полусферой неба над ней и низшим миром под ней. Но Солнце не вписывается в эту наивную модель плоскости земли. Бхагаватам говорит, что Солнце вращается по орбите, на одноколесной колеснице, которая катится по поверхности Бумандалы. Если принять за условие, что Бумандала это действительно плоская поверхность, то получается, что Солнце вращается по орбите вокруг этой плоскости. Но это не то, что мы можем принять в наивной модели плоской земли. Получается, что в модели плоской земли Солнце поднимается над одним краем диска и затем садится за противоположным краем. Движение Солнца на колеснице соответствует тому, что происходит в Арктике летом. Но этого вы никогда не увидите на широте Индии. На этих широтах Солнце вращается над головой наблюдателя, как показано на этой модели. Поскольку Бумандала расположена близко от орбиты Солнца, Бумандала должна находиться под углом к горизонту наблюдателя. Это не та плоская земля, которую можно вообразить, наивно продолжая этот горизонт. Скорее, это объясняется тем, что Бумандала соответствует плану эклиптики. Солнце проделывает два движения. В модели планисферы оно проделывает ежедневное движение по часовой стрелке. Это значит, что Солнце вращается вокруг космической оси, меру, относительно Бумандалы. Также оно медленно движется против часовой стрелки вокруг круга эклиптики. В данном случае преобладающее движение это движение по часовой стрелке. Бхагаватам говорит о движении Солнца по часовой стрелке, но оно также говорит о годовом движении против часовой стрелки относительно Бумандалы, как показано здесь. Это движение подтверждает интерпретацию Бумандалы как плана эклиптики, поскольку Солнце делает один оборот в год вокруг эклиптики против часовой стрелки. Бхагаватам четко указывает на это как на противоречие. Но Бхагаватам тут же разрешает это противоречие, показав движение муравьев по вращающемуся гончарному кругу с разных углов зрения, с точки зрения наблюдателя, стоящего рядом с кругом, и с точки зрения наблюдателя, стоящего на круге. Такова концепция относительного движения. Мы должны понять, что Бхагаватам ссылается на одно и то же, а именно на Бумандалу, чтобы описать различные движения. Двое ученых, Джорджио де Сантилана и Херзо фон Декен, провели серьезные исследования средневековых традиций и пришли к выводу, что так называемая плоская земля древнего мира изначально представляла лишь план эклиптики, а не земли, на которой мы стоим. В их модели показано здесь, Солнце также движется по орбите вокруг плана эклиптики земли. Позднее изначальное космическое понимание земли было утрачено и землю, на которой мы стоим, начали понимать буквально как плоскую. Здесь мы видим древнюю греческую версию этой идеи. В Индии в Пуранах землю также часто буквально воспринимали как плоскую, однако детали, которые содержатся в Бхагаватам указывают на то, что космология Бхагаватам гораздо более сложная. Оказывается, что диск Бумандалы до какой-то степени соответствует Солнечной системе. Прежде всего, Солнечная система почти плоская. Солнце, Луна и пять планет, начиная с Меркурия и кончая Сатурном, все движутся по орбитам практически в одной плоскости эклиптики. Солнце, Луна и планеты также движутся почти в одной плоскости согласно космологии Бхагаватам. В одном стихе регион вращения планет сравнивается с тонким пространством между двумя половинками Бабаа. Область орбит планет называется Антарикшей или внутренним пространством. На этом изображении оно показано как тонкое пространство непосредственно над Бумандалой. В модели планисферы орбиты планет соответствуют пластинам Астролябии. Это не совсем соответствует модели Солнечной системы, но все выглядит гораздо правдоподобнее, если поместить орбиты планет в тонкий диск пространства параллельной эклиптики. Высоты орбит планет приводятся в единицы измерения под названием Йоджина, что составляет около 8 миль. Все расстояния в Бхагаватам выражаются в Йоджинах. Толщина диска Антарикша примерно та же, что и расстояние между орбитами всех планет от Меркурия до Сатурна перпендикулярно эклиптике. На этом изображении показано, как разброс орбит в пространстве Антарикша разделен на три части для упрощения сравнения. В модели планисферы мы игнорировали действительный размер Бумандалы и сжали размер ее областей до размера небольших колец вокруг Джамбудвипы. Но если мы восстановим их размеры до реального, то увидим, что они соответствуют орбитам планет. Прежде всего, мы можем понять размер Бумандалы, сравнив его с орбитой Урана. Если измерять в Йоджинах, то Бумандала немного больше в диаметре, чем орбита этой планеты. Внутри Бумандалы кольцевидный кряж-гор под названием Лока-Лока, согласно Багаватам, считается дальним пределом распространения солнечных лучей. Возможно, случайно, размер этого кольца примерно с орбиту Сатурна, самой дальней планетой, видимой невооруженным глазом. Мы можем понять размер Бумандалы, сравнив ее с Землей, Солнечной системой, включающим орбиты Сатурна и Урана и Млечным путем галактики. Бумандала почти совпадает с Солнечной системой, но радикально отличается в размере от Земли. Если мы сравним кольца Бумандалы с орбитами пяти планет, начиная с Меркурия и кончая Сатурном, то мы найдем еще одно подтверждение гипотези, что Бумандала это карта Солнечной системы. Чтобы точно показать это, мы должны посмотреть на геоцентрическую модель Солнечной системы. Вот геоцентрическая система, которую предлагает известный астроном Тико Брахе, датский астроном 16-го столетия. Заметьте, что Брахе указывает на пять традиционных планет, вращающихся вокруг Земли, и Солнце, вращающиеся вокруг Земли. В 19-м столетии южноиндийский ученый Тиру Венката Рамануджа Джиарсвами сравнил Солнечную систему с Бумандалой. Вот диаграмма его модели. Модель Тиру Венкаты в точности совпадает с геоцентрической моделью Тико Брахе. Фактически, это самый естественный способ сравнения Бумандалы с орбитами планет. Орбиты планет можно спроецировать двумя путями. Можно взять за точку отчета Солнца, а можно Землю. Здесь мы видим, как меняется орбита Венеры, когда мы направляем камеру с другого угла зрения. Точка зрения, когда Солнце находится в центре, очень важна в отношении современных орбитальных подсчетов. Но геоцентрическая точка зрения необходима для всех наблюдений ведущихся с Земли. В геоцентрической модели планеты вращаются вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли. Это образует петлеобразное движение, которое проделывает спирограф. В этой простой механической модели мы видим, как Солнце вращается вокруг Земли, а Венера вокруг Солнца. Здесь мы видим орбитальный след, который оставляет Венера, двигаясь по геоцентрической орбите. Заметьте, что она проходит от одной окружной границы Бумандалы до другой. Здесь мы видим то же самое в отношении Меркурия. Если измерять расстояние между орбитой планеты и круговыми областями Бумандалы в Йоджинах, учитывая, что в Йоджине 8,5 миль, то расстояние становится очень точными для всех пяти планет. Здесь мы видим орбиту Марса. Спираль его орбиты также затрагивает внутреннюю границу Бумандалы и внешнюю. Геоцентрическая орбита Солнца представляет собой почти круглый эллипс, который находится по центру одного из океанов Бумандалы. Важно отметить, что геоцентрическая орбита Солнца так мала по сравнению с Брамандой, то получается, что Браманда практически гелиоцентрична. Также очень важно, что некоторые комментаторы Бхагаватам считают, что Браманда полностью гелиоцентрична. Внутренние планеты Меркурий, Венера и Марс близкие соседи Солнца. Орбиты этих шести планет, а точнее их кривые в пределах внешней и внутренней границ, точно совпадают с шестью кругами Саптадвипы, внутренней системы семи островов и океанов Бумандалы. Орбита Солнца образует седьмой круг, разделяющий эти шесть на две симметричные группы. Верхние планеты Юпитер и Сатурн образуют большее кольцо Бумандалы, лежащее за пределом Саптадвипы. Юпитер образует внутреннюю границу этого кольца, а Сатурн почти доходит до внешней границы под названием Гора Лока-Лока. Как мы упоминали раньше, это горное кольцо, как утверждает Бхагаватам, является внешней границей, до которой распространяется свет, а Сатурн это самая дальняя видимая невооруженным глазом планета. До недавних времен, как правило, астрономы недооценивали расстояние от Земли до Солнца, поэтому очень примечательно то, что размеры Бумандалы, указанные в Бхагаватам, согласуются с современными данными о размерах орбиты Солнца и Солнечной системы в целом. В частности, расстояние между Солнцем и Землей и размер Солнечной системы были сильно преуменьшены Клаудиусом Птоломеем, величайшим астрономом античности. может показаться, что точное соотношение размеров областей Бумандалы и орбит планет противоречат известной истории науки, но они подтверждаются историческими данными, указывающими на существование высокоразвитой науки в далеком прошлом. Например, благодаря историческому исследованию Йоджины было получено свидетельство, что длина Йоджины действительно составляет 8,5 миль, та же длина, которая выводится из сравнения размеров орбит планет с Бумандалой. Эта длина Йоджины связана с точным знанием градуса широты, что требует точного знания размера и формы Земли. Историческое свидетельство о размерах Йоджины содержится в сообщениях греков и китайцев о расстояниях в Индии. Это вписывается в подробные свидетельства существования научно выведенных мер длины в Древнем Египте и на Ближнем Востоке и подтверждается мерой длины, которая называется Хаста. Она использовалась для проектирования храма 12-го столетия под названием Ангкор-Ват в Камбодже. Совпадение с орбитами также показало статистическое исследование, которое записано в тексте. Если учесть все эти детали, то очевидное совпадение между Солнечной системой и подробной структурой Бумандалы нельзя считать просто чудесным совпадением. Джамбудвипа как топографическая карта Юго-Центральной Азии Джамбудвипа, напоминающая втулку колеса, может пониматься как местная топографическая карта Центральной Азии. Это третий из четырех интерпретаций Бумандалы. В планисферной интерпретации Джамбудвипа представляется как северное полушарие Земли. Однако подробные географические описания Джамбудвипы не соответствуют географии северного полушария. Посмотрите на эту карту Джамбудвипы. Круг Джамбудвипы разделен на девять областей, которые называются Варши, шестью горизонтальными и двумя вертикальными кряжами гор. Южная область называется Баратаварша. Внимательное изучение показывает, что эта карта совпадает с Индией и прилегающими областями Центральной Азии. Прежде всего, чтобы провести это исследование, нужно понять, что Бхагаватам причисляет множество рек в Индии к Баратаварши, южной области Джамбудвипы. Таким образом, Баратаварша представляет Индию. То же самое можно сказать про множество гор на территории Баратаварши. В частности, Бхагаватам располагает Гималайи на севере Баратаварши, на Джамбудвипе. Подробное изучение пуранических историй позволяет другие горные цепи Джамбудвипе отождествить с горной цепью на севере Индии. Хотя этот регион включает в себя одни из самых необитаемых и гористых стран мира, тем не менее, он был очень важен в древние времена. Например, известный Шелковый путь проходил именно через эту область. Горы Памира можно отождествить с горой Меру в квадратной области и лавре Таварши в центре Джамбудвипы. Заметьте, что в этой интерпретации гора Меру не представляет собой полярную ось. Космология и география Земли По всему миру есть множество космологических традиций, которые согласуются с важными аспектами космологии Бхагаватом. Среди них космическая ось, гора или колонна, которую часто отождествяли с местной горой, как, например, гора Олимп в Греции. Эти традиции также включают в себя стандартные аспекты, включая эти, показанные в этой характерной для древности модели мира. Космология буддизма во многих аспектах совпадает с космологией Бхагаватом и Пуран, и эти взгляды широко распространены в буддистских странах и Азии. Эта восточно-азиатская картина отображает квадратную версию горы Меру и океаны и горы и бумандалы, над которыми лежат орбиты планет. Эта корейская круглая карта показывает центральный континент, окруженный кольцевидными океанами еще одним кольцевидным континентом. Иосиф Ниддам в своей работе по китайской науке связывает эти круглые карты с картами Индии и Вавилона. Вот Вавилонская карта. Такие карты также составлялись и в средневековой Европе. На этой иудейской или христианской карте Иерусалим и священный холм под названием гора Сион, который считался осью мира. Так или иначе, традиция Джамбудвипы похоже повлияла на Герарда Меркатора. Он поместил гору, окруженную круглым континентом, на северном полюсе своей карты в области Арктики. Четыре реки или канала перпендикулярно стекают с горы, и это в точности соответствует четырем рукавам Небесной Ганги, которая стекает с горы Меру. Это финикийская печать, с олицетворенной горой Мира и четырьмя потоками, расходящимися в четырех направлениях. Африканское племя догонов, которые жили в верхних областях реки Нигер, изображали круглый континент с колонной в центре, на которой находится обитель их бога Аммы. Обратите внимание на гигантского змея, окружающего океан. Эван Свенс объясняет, что на этой карте индийского племени Наваха, нарисованной на песчанике, изображены четыре священных горы Наваха. Во многих традициях гора Мира окружена четырьмя горами в четырех главных направлениях, и мы также видим это в Бхагаватам и других пуранах. Сочетание цветов также похоже на то, что дается в традиции пураны, буддийской традиции. На вершинах четырех гор Джамбудвипа находится четыре священных дерева. Одно из них называется Джамбу, по нему и названо Джамбудвипа. Тема космического дерева жизни — это распространенная концепция, и это дерево часто растет на горе Мира или стоит вместо нее. Здесь мы видим скандинавское дерево жизни, которое называется Игдрасил. Апокрифические библейские писания описывают древо жизни и четыре реки — меда, молока, масла и вина, которые стекают в Эдем. Бхагаватам также говорит о реках из особых соков, стекающих с четырех священных деревьев. Это сирийская печать изображает древо жизни на горе Мира и также два священных потока. На этой восточно-азиатской картине древо жизни стоит на колонии или горе Меру, которая находится в центре гора Бумандалы. Люди цивилизации Майя в Центральной Америке тоже говорили о древе жизни, которое простирается через семь райских обителей. И они также говорили о пяти низших мирах. Области рая и подземные миры фигурируют во многих космологиях, включая космологию Бхагаватам. Здесь мы видим космологию племени Шипиба в Перу. Она включает древо жизни, круглый континент и окружающие океаны и гигантского змея. Космология племени Варау в дельте реки Ориноко Колумбия также изображает некого змея бытия, который окружает мир. А здесь мы видим скандинавского змея, который окружает Мидгард, обитаемый мир людей, согласно космологии норвежцев. Бхагаватам помещает вселенского змея по имени Ананташеше под Бумандалу. Он, как правило, изображается поддерживающим землю снизу, но Махабарата также говорит, что он окаймляет землю своими кольцами. Согласно Бхагаватам, город Брамы и восемь Локопал располагаются на вершине горы Меру. Точно так же любая традиция помещает обитель богов на вершину оси горы или колонны мира. Вот геометрическая схема городов восьми Локопалов, стражей мира. Эта фигура в Вастапуруша Мандале использовалась для проектирования храмов в традиционной индийской архитектуре. Схема Вастапуруша Мандалы также связана с созвездием Накшатрой, обозначающей эклиптику. Поэтому земной храм был связан с райской сферой эклиптики. Это возвращает нас назад к нашей интерпретации Бумандалы круга Земли как солнечной системы. В Индии есть традиция отождествлять Землю или конкретную часть Земли с Раем. И мы видим это во многих традициях, когда космическая ось отождествлялась с горой или каким-то культурным центром. Бумандала как карта небесной сферы полубогов. Бумандалу также можно трактовать как карту небесной сферы полубогов. Одна любопытная сторона Джамбудвипы состоит в том, что Багаватам описывают все варши или области как райские сферы, обитатели которых живут в течение десяти тысяч лет, не зная страданий. Это позволило некоторым ученым предположить, что индусы представляли себе иноземные страны небесным раем. Однако, Багаватам говорит, что за пределами Индии жили племена варваров, таких как хуны, греки, турки и монголы, которых никто не считал обитателями райских планет. Один из методов объяснения этого состоит в том, что считается, что Баратаварша включает в себя весь земной шар, тогда как другие восемь варшей относятся к райским сферам за пределами Земли. Таково общепринятое понимание в Индии, и оно проиллюстрировано в этой южно-индийской диаграмме 19-го столетия, где вся планета Земля называется Баратаваршей. Но самое простое объяснение Джамбудвипа как края это то, что Бхумандала представляет собой сферу обитания полубогов. Как и другие рассмотренные нами интерпретации, это толкование основано на ряде последовательных доводов в космологии Бхагаватам. Суть в том, что полубогов изображают такими огромными, что мы рядом с ними буквально выглядим муравьями. Например, эта картинка показывает размер Господа Шивы по отношению к размеру Европы на основании размеров, приведенных в Бхагаватам. Этим объясняются чудовищные размеры, приписываемые горам, деревьям и другим объектам Джамбудвипы. Хотя говорится, что Джамбудвипа это регион этой Земли, но она также считается обителю полубогов сверхчеловеческих размеров. Как простой смертный может встречаться и взаимодействовать с такими гигантскими существами? Ответ заключается в том, что путешествие с этой Земли до небесной сферы может быть сопряжено с большим увеличением в размерах. Например, в истории Бхагаватам Амад Сиаватари, царь Южной Индии по имени Сатья Врата находит чудесную рыбку. Позднее эта рыбка выросла до размеров 8 миллионов миль и потянула челнок царя через воды космического потопа, покрывающие бумандалу. систематическое изменение в размере существляется посредством ситх мистических сил, которые называются анима уменьшение в размере и махима увеличение в размере. Согласно Бхагаватам эти силы имеют место благодаря существованию трансцендентной формы Вишну, размер которого больше Вселенной, если рассматривать его как Маха Вишну, и меньше Атома, если рассматривать его как сверхдушу. Есть также ситхи, которые позволяют человеку пересекать небо. Это показано в одной истории Бхагаватам, где мистическая Йогини, Читролекха, похищает Анирудху с его постели в Двараке и мистическим путем переносит его в отдаленный на большое расстояние город. А в дополнение к передвижению из одного места в другое, в обычном пространстве мистические ситхи позволяют человеку перемещаться по всепронизывающему эфиру или входить в другой континуум. Классический пример трансцендентного континуума это трансцендентный мир Кришны Вриндаван, который считается безгранично огромным. Говорится, что эта трансцендентная сфера существует параллельно с ограниченным земным Вриндаваном в Индии. История, произошедшая пять тысяч лет назад, рассказывает, как Дуки Кришна Дас нашел ночное украшение, принадлежащее Радхаране. Оно упало в это измерение из трансцендентного Вриндавана. Впоследствии он встретил Гопи, пастушку, которая пришла из другого измерения, чтобы вернуть украшение. Позднее Дуки Кришна Дас, которого уже звали Шямананда, вошел в ту же трансцендентную сферу в медитации. Таким образом, перемещение из одного континуума в другой зависит от состояния сознания путешествующего. Санскритские писания изобилуют историями о параллельных мирах. Например, Махабхарата рассказывает историю о том, как принцесса Нагав Улупи похитила Арджуну, когда тот омывался в Ганге. Арджуну утащили в царство Нагав, которое существует в другом измерении. Идея параллельных миров и связи между ними посредством мистических путешествий объясняет, как миры полубогов и высших существ связаны с нашим миром. В особенности здесь объясняется, что на Джамбудвипе существует небесная обитель полубогов, которая связана с Джамбудвипой как Земля или часть Земли. Вертикальное измерение в космологии Бхагаватам. Диск Бумандалы представляет собой экзотерические территории Земли и планет. В противоположность этому, космическая ось, простирающаяся перпендикулярно к Бумандале, наполнена эзотерическими сферами. Эта ось представляет собой путь восхождения или нисхождения души. В дополнение к орбитам Солнца, Луны и планет существуют различные миры или Локи над Бумандалой вдоль космической оси. Войти в эти миры возможно только благодаря мистическим сидгам, и они доступны только тем душам, которые обладают высокоразвитым духовным сознанием. Например, Махарлока или Ришерлока — это мир мудрецов. Говорится, что в этом мире Господь Вишну непосредственно появляется перед своими преданными и собственноручно принимает подношения, предлагаемые на жертвоприношения. Первые три верхних мира — это сама Бумандала, Буварлока или Антарикша с планетами орбит и Сваргалока. В вертикальном направлении эти миры располагаются близко друг от друга, как мы наблюдали до этого. Ниже уровня Солнца в Антарикше находится планета Раху, затем сферы обитания Сидх и Чаранов, области Ракшасов и разного рода злых духов. Последнюю Багаватам помещают непосредственно над атмосферой, и действительно, если ориентироваться на современные данные толщины слоя атмосферы, она находится где-то у высшей границы атмосферы. Под Бумандалой находятся семь низших миров, описанные как ущелья или расселены внутри земли. Поскольку жизнь в этих регионах наполнена райским богатством, их называют Билла Сварга или подземным раем. В Джотиша Шастрах, таких как Сурисидханте, эти низшие миры описываются как пещеры в подземных выпуклых пластах земного шара. Китайская традиция говорит о пещерном рае, где прекрасные женщины в райском уголке соблазняют мужчину. В одной китайской истории человек, вернувшись из одной из таких пещер, обнаружил, что за это время минули многие поколения. Эта тема потерянного времени сквозит в историях о параллельных мирах по всему миру. Бхагаватам содержит аналогичную историю о низшем мире под названием Атала, где прекрасные женщины соблазняют и эксплуатируют всякого мужчину, который входит туда. Под Бумандалой в ее низших слоях находится океан Гарбадака, Сананта Шешей и Гарбадакошая Вишну. Говорится, что эти божественные воплощения недоступны зрению тех, которым не хватает необходимых качеств для того, чтобы увидеть их. Гарбадака или Амниотический океан наполняет низшую половину сферы Браманды. Если мы рассматриваем Бумандалу как план эклиптики, то этот океан должен простираться во всех направлениях неба к югу эклиптики. Между океаном, Гарбадакой и Бумандалой находится Адский мир и Петрилока, сфера духов ушедших предков. Вишну Пурана описывает путь через небо к Петрилоке. Он начинается сразу рядом с эклиптикой, рядом с созвездиями Скорпиона и Стрельца и простирается к югу к звезде Конопус, которая на соскрите называется Агастия. С другой стороны лежит путь богов, который простирается к северу от эклиптики и ведет к созвездию Семи Мудрецов, которую мы называем Большой Медведицей. Оттуда освобожденные души достигают обители Вишну на Друволоке, а именно полярной звезде. Бхагаватам описывает вертикальное положение Браманды как вселенскую форму Бога, которая простирается с низших миров подошв в стоп до высших миров, которые представляют корона на голове. На этой традиционной картине вы видите кольца Бумандалы, формирующие пояс вселенской формы. Здесь по отношению к вселенской форме указаны положения миров. Уровни во вселенской форме связаны с чакрами позвоночного столба, на которые медитируют йоги. А сам позвоночник называется Меру Данда, по названию горы Меру, космической оси. Восхождение души через разные уровни Браманды сравнивают с восхождением жизненной силы через чакры в теле. Как правило, вертикальное положение Вселенной представляет путь восхождения и нисхождения души через различные миры и различные уровни сознания. Этот путь расположен перпендикулярно к плану Бумандалы, миру планетарных орбит. Великая Вселенная В древней космологии звезды, как правило, рассматривались как небольшие недалекие объекты, светящиеся отраженным солнечным светом. Ту же точку зрения разделяют Бхагаватам и другие пураны. Но необходимо провести несколько наблюдений, чтобы все расставить по нужным местам. На этой средневековой европейской диаграмме на звезды указывают знаки Зодиака, расставленные вокруг границы планетарной системы. Эти знаки служат в качестве отдельных отрезков эклиптики, отмечающих движение планет. Подобным образом Бхагаватам помещает 28 созвездий под названием Накшатры на план непосредственно над Луной. Луна проделывает один круг за 27 целых дней и одну треть дня, и Накшатры отмечают ее ежедневное движение по эклиптике. Это имеет смысл, если это рассматривать как планисферу, где Накшатры выступают в качестве циферблата, а Солнце, Луна и планеты подобны стрелкам часов. В дополнение к 28 Накшатрам, Бхагаватам упоминает несколько остальных звезд, такие как звезды семи мудрецов, составляющих большую медведицу. Эти звезды также помещаются близко к плану Бумандалы, и их функция это отмечать вращение кала-чакры, колеса времени. Полярная звезда Друва Лока считается неподвижным центром колеса времени. Она находится непосредственно над семью мудрецами. Она считается обителью Вишну, управляющим временем и остается за пределами времени. Поэтому Бхагаватам подчеркивает, что Друва Лока закреплена на полярной оси, поэтому она не видит, как происходит равнодеянствие. Согласно современным подсчетам, полярная звезда находится сейчас рядом с Северным полюсом, но многие столетия хорошей полярной звезды не было. Последняя яркая звезда, которая была расположена достаточно близко к полюсу, называется Тубан в созвездии Дракона. Она-то и была полярной звездой 2500 лет до нашей эры. Возможно, широко распространенная идея о полярной звезде в древней традиции относится к этому времени. Хотя Пураны, как правило, помещают звезды рядом, в древних санскритских писаниях есть упоминание о том, что звезды находятся очень далеко, так далеко, что с их поверхности Солнце и Луна становятся не видны. Например, Махабарата рассказывает, как герой Арджуна отправился в область звезд, которые он увидел как огромные самосветящиеся сферы. Это подтверждается суре Сидханты или Сидханта Широмани, который приводит гораздо большие пуранические размеры диаметра Браманды. Приблизительно этот диаметр составляет 10 тысяч световых лет или где-то одну десятую от всей длины галактики Млечного Пути. Бхагаватум утверждает, что Браманда окружена семью сферическими слоями элементарной материи, о которой говорится в философии Санхья. Говорится, что каждый из слоев в 10 раз толще предыдущего. Бесчисленные Браманды, каждая из которых окружена этими элементарными слоями, плавают в причинном океане безграничного духовного мира. Таким образом, Бхагаватум рассматривает Браманду в контексте бесчисленных миров, занимающих бесконечный континуум пространства. Если обобщить все сказанное, то космология Бхагаватум Пураны представляет собой сложную систему, имеющую множество значений, как физических, так и метафизических. Она сочетает практическое понимание астрономии с духовными представлениями, чтобы дать полную смыслу картину вселенной. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok